Существует конспирологическая теория, что группа Битлз создание рук мирового еврейского масонства, и что она якобы была создана специально для того, чтобы развратить белую молодежь не иудейского происхождения, так называемых гоев. Что вот вы об этом думаете? Ну я не знаю даже, я как бы об этом никогда не задумывался, но если так вот порубаться, то Джон Леннон, наверное, тоже, может, его даже и тоже не убили ни хрена. Ты думаешь, он где-то там сидит? Ну где-то как Джим Моррисон в Колумбию куда-то уебал, блядь. Почему они все куда-то в Колумбию уезжают? Не, ну просто Джимми, он был же наркоман конкретный. Ну а там самые разные, нет, много же стран всяких, в которых совершенно официально тяжелые наркотики. Да вот тут же Афганистан можно просто свалить, жить припевающими, сколько тебе на роду написано. Не, ну это понятно. Ну а ты вот как думаешь, это евреи вот спровоцировали вот эту всю канитель, вот создали? Вот она вот, кстати, появилась, вот эта группа, вообще ниоткуда. Битлз? Да. Да, это бежим. Как бы предпосылок бы никак бы не было. Да Битлз это вообще какой-то школьный ансамбль. Я вот, блин, точно вот не знаю, Блэк Флэг были раньше, чем Битлз? Или Битлз раньше, чем Блэк Флэг? Да нет, Блэк Флэг был позже. Но Блэк Флэг, какое отношение к Битлзу имеет вообще? Не, ну в плане того, что как бы говорят, что Битлз это был прорыв музыки. Неужели там никто такую музыку не играл до Битлз? Да нет, играли до хуя, может кто-нибудь их пропиарил, просто надо было кого-нибудь выставить, чтобы было какое-то лицо вот этого стиля, который тогда был в моде. Ну тот же самый Игги Поп, он что, был что, позже Битлз, что ли? Ну Игги, он был, Игги как бы ближе к Шекспистолзу, чем к Битлзу какому-то. А вот этот тип, Лурид там есть у них такой был. Ты не знаешь такого Лурида? Нет, что-то не припомню. Тоже там какой-то, блин, неординарный такой тип. Ну мне кажется, они все какого-то одного поколения, но почему именно Битлз? Кто-то их пропиарил. Ну я тебе говорю, кто-то пропиарил этот жидов. Битлз, наверное, пропиарили, стопудово. А нет, ну как бы в этом я даже и сомнений никаких не имею. Деньги-то у кого, блин? У еврейского масонца? Ну у жидов, да, у жидомасонов этих, у евреев, блин. Сразу ты ж видишь там, блин, какая канитель-то понеслась. Вот тебе Битлз, там, вот эти пацифизм, там, терры-пыры, ё-моё. Ну у меня это самые хитрые. А у них как раз там война во Вьетнаме, там, блин, народ на герочи, блин, старчивается, короче, блядь. А тут вот жёлтая подводная лодка для Лосомбарин, для Лосомбарин. Нормальная такая тема. А у Израиля там все такие радуются, нормально мы тут их. Нет, это в Израиле тоже там нормально. Вы делали. Ну конечно, там нормально, чё ж там не нормально-то? А что, там у них зимой, там, 20 градусов тепла. Ну понятно, тут у нас на крещение люди лёд колят грудью. Потому что у нас, это долбоёб, блядь, крестили-то Христа, блядь, в Израиле, блядь. А там, блядь, зимой, блядь, 20 градусов тепла. Там можно по прорубям плавать по всей хуйне, ё-блядь. Какие там продают, там и проруби не видели, там и снега-то никто никогда не видал. Кроме русских, которые там свалили. Ну а ты вот сам полностью хоть один альбом Битлз прослушал? Да, ну вот ещё в школьные времена на виниле слушали. У меня был друг там. А там было монозвучание у них, да? Нет, почему? Вот это вот Back in USSA, там, это вот альбом там. Даже там колонки стояли, там слышно, как за одной в другую колонку перелетает самолёт. Ну там, не знаю, стерео или псевдо-стерео. Ну вот как бы так вот. А теперь урок гражданской обороны. По команде «Газы» гражданское население одевает противогазы. И теперь вам «Газы» похую! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе «Хороший голос» Добрый день! И талантливый композитор, поэт, певец, идейный руководитель группы «Система зажигания» Дима Атос. Дима, вот хочу спросить у тебя. Расскажи что-нибудь о панкреатите. Разговор будет сложный. Понимаю. Конфеточку. Болезнь такая существует. Причём она не тортская существует, она пожирает, как бы сказать, наши ряды. Изнутри. Изнутри. Это заболевание, я уже практически медиком стал по своему, по своему, короче, организму. Есть такая штука у каждого, несмотря на то, что мужик, ты баба, не мужик, не баба. Есть поджелудочная железа у каждого человека, даже у баб. И она выделяет, как бы, пищеварительный сок «Рэмбо». Ну да. Угу. И вот когда она перестаёт работать, ну, должным образом. Только раньше. ты просто нахер умрёшь. В страшных муках. В страшных. В страшных. Это очень больная смерть будет. Так что от панкреатита никому не желаю. Дорогие друзья, не друзья, товарищи, те, кто меня первый раз видит, кто меня первый раз даже слышит, могу вам... От панкреатита, пожалуйста, не умирайте. Это очень мучительно и сложно. Так подожди, но, допустим, панкреатит, от чего вообще такое заболевание? От того, что мы любим все вкусно поесть. То есть, надо меньше жрать? Ну, не знаю, меньше, не меньше. Жрать надо только тогда, когда требует твой организм. Если ты попадаешь, тебе жена, жри, жри, жри. Ты говоришь, да я не хочу жрать, я сыт. То есть, короче, панкреатит можно вылечить голодом, да? В принципе, голод, холод и покой. А почему именно холод-то? Холодное прикладывать надо на всё время. Вот на левую часть подреберья, вот сейчас вам не видно, вот здесь вот я вам покажу. Вот здесь вот находится поджелудочная железа. И когда здесь очень больно, ну, идите, ложитесь в больницу, вас там посмотрят, там анализы какие-нибудь там возьмут и скажут потом в результате, что у вас всё равно панкреатит. А спиртное никак не влияет на поджелудочную железу? Спиртное влияет на всё, по-моему. Тоже влияет, конечно, тоже. А я бы сказал, что она из-за спиртного, блин. Но я не хочу, чтобы люди бросали пить вообще. Так, то есть, короче, поджелудочная болит. Ребята, меньше пива. Меньше пива, во-первых. А основное, не употребляйте живое, нефильтрованное пиво. Брагу вот это вот, да? Не надо пить. Ну, не пойми, которая даже на пиво не похожа. В принципе, она как к браге приравнивается, Рэмбо. Вот живое пиво, это приравнивается по состоянию к браге. Это то же самое, только другие градусы, другое условие там всего эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации ты читал к браге? Нет, не читал. Ну, почитай. Я не знаю, надеюсь. Я просто знаю, что брага, она даже местами где-то вкусная. Моё дело о задаче. Ну, так подожди, панкреатит, он вообще вылечивается? Нет. Нет, да? Это неизлечимая болезнь. Поджелудочная, в отличие от желудка, не восстанавливается. То есть, если она начала разрушаться, то всё, пиздец. Ребята, дорогие товарищи, не товарищи, друзья, кто меня первый раз видит, кто меня первый раз слышит, поджелудочная не восстанавливается. Вы обречены, короче, на скорую погибель. При неизменении образа жизни. Рэмбо, налей. А мне? А тебе зачем? У тебя же нет панкреатита. У тебя же нет панкреатита. Ну, пусть будет. Пусть будет? Ну, вот кто-то добровольно идёт, короче, на это дело. Помогает укол ножпы. Дорогие товарищи, короче, если вас прихватила сильно боль в левом подреберье, обязательно сделайте себе сами укол ножпы. Не вызывайте скорую. Я вам рекомендую. Нет, ну, вы можете лечь, полежать. Да, 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 полезно. Да, лечить вас там будут, да, если заплатишь денег, блядь. Вот ты дока. Укол ножпы. Рэмбо. Я понял. Понял. Укол ножпы в жопу сам себе сделаешь. Да зачем в жопу? В ляжку кали, куда ты достанешь, блядь, туда и кали. Ну, внутримышечно. Внутримышечно и укол ножпы, и всё. И завязывай с алкоголизмом. Во как. Давайте уже, пейте свою микстуру, лечитесь. Панкреатит, он, в принципе, как волк в лесу. Понимаешь? Он санитар. Он чистит город от таких, как мы. От алкогольников, бездельников, кунеядцев. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует...